На площади почти в 2000 гектаров леса, это 10 из 22 районов Приморья, полыхают более 60 пожаров. Как сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России, количество очагов растет. Более 20 из них уже локализовали, но работа спасателей затруднена из-за погодных условий. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Тернейском, Чугуевском и Кавалеровском районах края. Также накануне событий противопожарный режим введен в Красноармейском, Ольгинском, Яковлевском районах, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах. Во всех подразделениях МЧС России на территории края введен режим функционирования повышенной готовности. В Кавалеровском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. В 8 муниципальных образованиях введен особенный противопожарный режим. 25 сбросов воды общим объемом 300 тонн уже совершили к этому дню. К устранению пожаров привлекли более 400 человек из 100 единиц техники, включая авиацию. К двум самолетам-амфибиям Бе-200 присоединился вертолет Ми-8 МЧС России. Однако, по мнению специалистов Сибирского регионального центра, этого недостаточно. При таком количестве очагов и площадей людей и техники должно быть в 6 раз больше. В связи со сложившейся лесопожарной обстановкой во всех подразделениях МЧС России на территории Приморского края введен режим повышенной готовности. Запланировано увеличение группировки сил и средств. Угрозы населенным пунктам нет. Ведется круглосуточный мониторинг складывающейся обстановки. Ситуация находится на контроле, сказали в министерстве. Начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Дединко в ближайшее время вылетает во Владивосток, чтобы встретиться с Андреем Тарасенко, временно исполняющим обязанности губернатора Приморья. Руководители планируют обсудить меры стабилизации лесопожарной обстановки, облететь районы, где полыхают пожары и оценить масштабы бедствия с воздуха. МЧС напоминает, большинство пожаров возникают во время охоты или пикников, а также в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, отброшенной горящей спички, сигареты и даже стеклянных осколков, которые на солнце работают как зажигательные линзы. Жители края просят быть внимательными в лесу и в случае обнаружения пожара незамедлительно звонить по телефону 101. Ольга Продан, Новости на Восьмом.